И снова Росомаха. Уж как-то так получается, что в последнее время именно данный персонаж является одним из основных центров внимания для поклонников Marvel. Разумеется, в связи с тем, что после покупки или поглощения, называйте как хотите, Диснеем 20 века Фокс, права на Иксменов перешли мышиному дому, а следовательно перекочевали именно к студии Кевина Файги. Так вот, не так давно мы говорили о том, как и почему может и скорее всего должен вернуться сам Хью Джекман, а также о том, что его камбэк не может быть прям развернут на полную. Все-таки актеру уже слишком много лет и параллельно с ним придется искать кого-то, так сказать, на полную ставку Росомахи. Что же, кажется, зрители, а может и Marvel уже нашли того, кто станет новым или уже даже лучше говорить новой Росомахой. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. И сразу хочу отметить, что именно с персонажем Росомахи у Marvel все очень непросто. Что я имею ввиду? Дело в том, что, как показывает практика, никого, кроме самого Хью Джекмана, лично, зрители и близко не желают видеть в роли нового Логана. Все-таки австралийский актер настолько сильно привязал данный образ к себе лично, что теперь кто бы не играл эту роль, кажется, публика будет недовольна. И, как показала действительность, даже всеобщий любимец Киану Ривз, лояльность к которому запредельно, все равно не воспринимается зрителями в качестве нового Росомахи, требуя только и исключительно Хью. В этом свете, как мне кажется, студия с легкой руки самой аудитории уже нашла элегантное решение. Уж не знаю, что было первым, появившиеся слухи или запрос именно от зрителей, но в последнее время у нас, кажется, появляется новый фаворит для роли следующего Росомахи. И, как ни странно, это нет ни Киану Ривз, ни Том Харди и ни Дэниел Рэдклифф или Генри Кавилл, а Дафни Кин. Да-да, та самая англо-испанская актриса, известная исполнением роли мутанта Лоры Х-23 в фильме Логан. Уверен, все, ну или почти все, видели то кино и помнят потрясающую химию, которая на самом деле возникла на экране между персонажем Хью Джекмана и героиней Дафни Кин, а также не забыли отличную игру молодой актрисы. Так вот, в последние недели стали появляться сообщения о том, что, возможно, именно Дафни и станет новой Росомахой. Нет, не Логаном, конечно, как вы прекрасно понимаете, ведь Логан имеет еще все шансы, благодаря концепции мультивселенной, вернуться в исполнении самого Джекмана. Более того, если верить инсайдерам, это может произойти уже в фильме Доктор Стрэндж 2. Но при этом все мы понимаем, что на полную вновь возвращаться к роли Росомахи Хью не намерен, а вот что касается Лоры или Х-23, тут совсем другое дело. Во-первых, эту героиню уже знают и любят зрители. Во-вторых, сама актриса Дафни Кин еще очень молода, ей всего-навсего 17 лет, так что играть данную роль она может успешно и долго. Ну и еще один немаловажный момент, никто из зрителей не будет говорить, мол нет, верните нам Хью, кем вы его заменили, мы не хотим такого Логана, просто потому что Х-23 это по сути Росомаха, но конечно не Логан уж точно. Плюс, само собой, тенденции Диснея и Марвел по замене мужских персонажей женскими тоже никто не отменял, но это как раз тот редкий случай, когда данную замену можно сделать вполне естественно и не напряжно для аудитории, потому-то мне кажется, что если сообщения верны, кандидатура Дафни вполне подходит по всем параметрам. И кстати, так думаю не я один, потому что недавний опрос, проведенный на Reddit, будут ли люди заинтересованы в том, чтобы та самая актриса Х-23 Дафни Кин вернулась в качестве перезагруженной версии своего персонажа из Логана, показал, что в данном случае аудитория подавляющим большинством за. Многие фанаты согласились, что было бы здорово увидеть продолжение развития Х-23 в MCU, полагая, что возвращение Лоры определенно обойдет проблему усталости от перезагрузки, которая возникает во многих фильмах о супергероях. К тому же, как показывает практика и в первую очередь мега-успех третьего Спайдермена, хотя не только он, комбайки прежних любимых персонажей работают сейчас на удивление хорошо. И кажется, большие боссы, осознав это, будут в ближайшие годы использовать данный прием на полную. Так что уж не знаю, точно ли вернется Дафни Кин для того, чтобы стать новой версией Росомахи, но все указывает на то, что шансы этого имеются и публика в данном раскладе была бы только за. А вы что думаете по этому поводу и как вам такой вариант? Пишите ваши версии в комментариях, также не забывайте ставить пальцы вверх и обязательно подписывайтесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.